Если за пятилетку с 2008 по 2013 год в Новосибирской области было капитально отремонтировано всего 1363 дома, то только за два года, 15 и 16, предположительно надо от капитали только в Новосибирске почти 850 домов. Но сможем ли мы переварить такие масштабы? И оказались ли готовы к такой задаче городские власти, подрядчики и сами собственники? Твой дом требует капитального ремонта, а сумма в счете растет как на дрожжах. Тебе поможет региональная система капитального ремонта. Отчисляя каждый месяц средства в региональный фонд капитального ремонта, ты превратишь свой старый дом в новый. В жизни реально, конечно, все выглядит не так гладко, потому что капитальный ремонт – дело все-таки хлопотное, особенно в объемах, с которыми город до ныне не сталкивался. На этом тернистом пути не обойтись без незапланированных остановок. Пришла бригада, где-то полмесяца поработали, исчезли. Нету, 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 ходит один человек, два, что-то лепят, ходят. Потом еще бригада пришла, тоже маленько поработала, тоже опять нет. Спрашиваем, почему, потому что денег нет. Трубы срезаны, отопления нет, когда будет – неизвестно. Болгарка у них сгорела. С одной болгаркой работает бригада. Ну как это можно? Начало октября. В график выездного совещания мэра в Ленинском районе два дома на улице Плохотного попали не случайно. Подрядчик не успевал завершить работы к старту отопительного сезона. Несколько дней назад все-таки решили по 19-му дому, и тепло в нем есть, и неподключенный дом с самой спиной до Плохотного 17. Даю поручение закрепить ответственного от департамента за этим объектом, который будет каждое утро мне докладывать, в каком состоянии дел по этому объекту. Это поручение мэра не просто парафраз. Сибирские холода не терпят импровизации. Причем сам подрядчик в очевидной ситуации пытался неуместно оправдываться. Ну, в первую очередь, проектно-смертная документация, она задержала и есть контракты на капитальный ремонт жилых домов. И в этих контрактах про отопительный сезон, когда должны сдать это отопление, ну, ничего не сказано. Те объяснения, которые прозвучали, ну, на мой взгляд, они убедительными не звучат. На мой взгляд, это просто проявлено или халатность, или неумение организовать работу. Полтора месяца спустя тепло в этом доме на Плоходного, конечно, есть, но собственники все равно не спешат ставить подрядчику отлично. Самое главное, у нас не утеплена крыша. Они обещали нам положить там утепляющий материал, потому что крыша у нас гуляет полностью, там ветер холодный. Этого мы не можем дождаться, там какое-то еще надо подтверждение в департаменте. В общем, леса еще не убрали до сих пор у нас. Всего в ремонтном забеге 2015 года в Новосибирске участвуют 56 компаний, которым надо вовремя успеть к финишной ленточке и с хорошим результатом. 57 домов – это дома 2014 года, которые мы практически делали в 2015 году. Плюс уже сегодня более 310 домов готовы по 2015 году, плюс высокая степень готовности порядка 70 домов. То есть мы вышли на цифру почти 500 домов. Но то ли от больших объемов, то ли по привычке работать спустя рукава, у некоторых компаний случается несварение от такого большого куска пирога. Я прикидывал в процентном соотношении, может быть, 5-6% домов, где подрядные организации не справились с той задачей, которую они поставили перед собой. Это, конечно, неправильно. Будем разрывать эти взаимоотношения. Плюс мы разорвали по четырем домам это СМУ-10. Пути муниципалитета из СМУ-10 разошлись после того, как строительная компания подписала договор на ремонт систем водо- и электроснабжения в четырех домах Кировского района. Но свои обязательства так и не закрыла. Наша попытка узнать о причинах этого фальстарта была воспринята в штыки. Люди приходят участвовать в аукционе за миллион, а в процессе уже выигранном выясняется, что там работа... Будьте добры, мне нужен конкретный контракт, который заключен был на конкретный дом. Вот, скажем так, мы конкретно не будем по этому поводу никому ничего объяснять. По какому адресу располагается офис ваш подрядный организации? Спасибо, до свидания. Вы адрес не можете мне назвать? СМУ-10 в черных списках муниципалитета не единственный аутсайдер. По первому Пархоменко, 28 в частности, значит, работает там проектная группа «Союз». Скорее всего, мы будем разрывать с ними взаимоотношения, потому что уговаривать уже как-то, заставлять пытаться, ну, просто уже невозможно. В самой компании делают ссылку на проблемы с расчетом. Объект выполняется, сдается, 100% работы выполненная, и потом начинается тянучка. А объекты, которые заключены, это договора позже, и же тоже нужно выполнять, понимаете? По условиям контрактов, заключаемых с муниципалитетом, авансирование платежей осуществляется в пределах не более 30%. Когда говорят, что мэрия не платит, это просто лукавство. Они должны сначала исполнить свои обязательства, а потом мэрия с ними рассчитается. А так, знаете, много желающих, у кого через плечо сапоги перекинуты и в кармане печать. Одна из проблем реализации программ капремонта – это собираемость платежей. Сейчас в нашем регионе эта цифра колеблется на уровне около 75%. Те 25%, которые недоплатили, это 100 домов, которые можно было отремонтировать плюсом к той программе, которая есть. Для того, чтобы сделать сборы на капремонт такой же привычкой, как и другие коммунальные платежи и региональным властям, и подрядчикам придется бороться со скептицизмом некоторых собственников не только увещеваниями и применением штрафных санкций, но и реальными результатами работы. Посмотрите, на первом переулке Пархоменко, на втором, прекрасно сделаны дома, как игрушечки стоят.